ну чё говорить пахнет конечно классно всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 и сегодняшнее бритьё состоялось благодаря не последнюю очередь дмитрию михееву и всем тем людям кто его поддержал надеюсь что я сегодня еще смогу порадовать чем именно воли на крупный план я начинаю а вы догоняйте предметы нашего сегодняшнего обзора друзья а теперь обо всем по порядку но естественно начиная с бритвы и так парни перед нами жилет супер спит и вы спешил оригинал кейс энд блэйд 58 года рождения прошлом виде благодаря аутентичным лезвием настоящим лезвием жилет blue blade той поры я пытался вместе с вами воссоздать как же мужики тех лет бриллиста но все-таки это штапора а у нас сейчас совсем уже другая спустя 65 лет поэтому наверно было бы правильно если бы мы все-таки старой бритвой поблились уже с новыми лезвиями с новыми которых тогда не было для этого я решил побеспокоить лезвия которые прислал урмас почему потому что он сказал вот эти лезвия эдисон стан лес это говорит не эдисон это говорит персона делают в израиле это говорит персоной урмас так эдисон это лезвие эдисон который делают в израиле или эдисон это персона которую делают в израиле я так нифига я не понял ребята у кого больше информации по правке подскажите объясните но вот как я сейчас понимаю если я правильно все-таки понял урмаса то это все-таки лезвие эдисон которые делаются на том же самом предприятии на котором делались лезвие персона но с С другой стороны, у меня есть информация, что персона переехала на изготовление в Германию. Поэтому у меня сейчас вот непонятки, или это раньше изготавливалось и сейчас уже не делается, или это делается и сейчас. Хлопцы, у нас из Израиля полно парней. Кто подскажет, кто расскажет. Да, и без жителей Израиля у нас тут ребята есть, которые во всем этом разбираются. Нужна ваша помощь. Итак, ставим Эдисон. Хорошо запечатали, просто так не порвется. В дороге само по себе не откроется. Блин, 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 блин. Вот так вот открыли мы все-таки. Так, ну, не получилось без этикетки вытащить. Сейчас давайте я ее обратно покладу. Вот она коробочка еще раз. И вот такое лезвие. Ну, элегантно, элегантно сделано. Посмотрите, как. Don't wipe, reason and shake dry. Не протирайте, только промывайте и сушите шейк. Ну, короче, встряхиванием. Ох-ох-ох-ох. Не пожалели краски. Посмотрите, как тут все интересно оформлено. Эдисон Станлес. Эдисон Станлес. Все, не более того. Так, пускай пока здесь. Вся эта буча, ребята, с перетанцовкой затеяна благодаря Дмитрию Михееву, который вышел и сказал, говорит, Викторович, так нечестно. Давай перетест и с нормальным лезвием. Ну, и под ним еще там подписалась куча народу. Поэтому вот сейчас мы этот повторный тест и сделаем. Ну, про вылет и лезвие, наверное, вам говорить уже не стоит, потому что все это было видено, переведено в прошлом видео. Но все же так быстренько покажу. Здесь все нормально, все хорошо. Это наша бритва на сегодня. Помазок. Долго, ребята, наверное, целых секунд 15. Я думал, какого из этих монстрозов взять, которые у нас кабанчики. Или омеговского красавца 7011, или турецкого янычара 771. Ну, и все-таки решил, наверное, на турецком янычаре-то и остановиться. И не потому, что его Ормаз прислал, а потому что... Я не пойму, что, но в этом помазке меня все время что-то цепляет. Какая-то его двойственная натура. С одной стороны, смотришь, ба, дурак-то здоровый, смотри какой. А с другой стороны, здесь меньше набито. И это дает дополнительный инструмент во время работы. Я вначале расстроился, когда понял, что здесь гораздо меньше, чем по краям. А потом, когда в работе уже стал его использовать и примечать детали, стало интересно. Стало интересно. Ну, я думаю, что сегодня он нас порадует. Кончики, обратите внимание, они уже достаточно неплохо распушились. Все здесь на месте. Помазок сам по себе недорогой. Хоть и позиционируется как профессиональный, но его хоть на eBay, хоть в Турции, хоть в Европе. Можно взять где-то в районе 10 баксов. Но только вот в Америке, пожалуй, его не стоит искать за эти деньги. Потому что там он, по-моему, стоит целых 20. Ну, там 19 копейками. Вот сегодня этой красотой и будем работать. А почему именно кабаном? Почему кабаном? Да, потому что у нас мыло сегодня от Stirling Soap Company, которое вот недавно совсем в распаковке вы могли видеть, то, что прислал Урмас. И под распаковкой один человек под ником GarantGG написал, что он пользуется мылом от Stirling Company. И, ну, короче, лучшая пена с его точки зрения получается именно кабаном. Синтетика, говорит, нужно набирать поболее. Вот поэтому я и решил прислушаться к мнению нашего товарища и взять и вот именно кабанчика Stirling Company. Что же это за компания такая? Ребят, тут целая история. Любой, кому это интересно, сможет пройти по ссылке в описании под видео, прочитать, прочесть это сам. Короче, два человека. Родерик и Аманда Лован. Лован, как правильно, куда ударение ставить. В 2012 году основали эту компанию после поездки в Шотландию. Они вернулись оттуда зараженной идеей делать все натуральное. И бросились во все тяжкие. Ухлопали все свои деньги. Потом, когда их не хватило, перешли на кредитные карты, покупали всякие разные ингредиенты, составляли свои рецепты, изучали все это дело. И по итогу, ну для чего? У них было стремление сделать свое натуральное мыло. Для чего? Да потому что, пройдя в магазин, они видели только химию. Обратив свой взор на то натуральное, что уже продается в сфере бритья, они видели, как стоит это, а не дешево. И они захотели сделать что-то натуральное, но за вполне себе вменяемые деньги. Вменяемые это какие? Ну вот, например, вот эта вот банка 5,3 унции стоит у них на сайте всего лишь, там, по-моему, где-то 13-14. Долларов, что-то типа того. Но вот ребята начали экспериментировать. Искали много, делали много, ухлопали и времени, и денег. Я думаю, тоже прилично, хотя сколько, конечно же, вам сказать не смогу. Но по итогу, все-таки они пришли к тому, что они предлагают на своем сайте. А предлагают они, ребята, до хрена сколько. И все это натуральное, и все это годно, не только для, скажем так, для обычных людей, но и некоторые позиции даже для веганов. И всю химию, которую они здесь используют, это, пожалуй, лишь синтетические ароматизаторы, которые они порой добавляют. Мало того, этикетки они стараются делать точно так же из переработанного в торт сырья. И посылки свои они отправляют там порванной газеты. То есть, ну, короче, зеленые до мозга костей. И дай-то бог, лишь бы это пользу людям приносило. Но то, что меня поразило больше всего, это их последняя строчка, когда они пишут вот о себе, о своей компании. И там было написано, буквально в переводе Google Translate, у нас в душе всегда больше дюжины кусков мыла. И мы любим каждую минуту, проведенную там. Попробуйте наше мыло, и мы не сомневаемся, что вы удивитесь, как вы когда-либо использовали что-либо еще. Ребята, это слова не маркетологов, это слова людей, любящих свою работу, любящих то дело, которым они занимаются. Поэтому давайте пробовать. Вот оно такое. Твердым я бы его не назвал на крем-мыло. Тоже не тянет. Прижимается вот так вот. Достаточно неплохо прижимается. Ну, короче, нормально. Думаю, будет разводиться хорошо. По запаху. По запаху, как только мы с Васильевичем, ну, с Евгением, понюхали это первый раз, первая мысль пришла к обоим одна и та же. Что-то это напоминает. Потому что запах приятный, похож на какой-то парфюм. И уже только зайдя на сайт, я увидел, что ребята говорят, в принципе, это то же самое. Это смесь бергамота, апельсина, зеленого чая, черной смородины, гальбаума, не знаю кто это, мускуса, сандалового дерева и петти грейна. Аромат, вдохновленный одеколоном, грит, silver, mountain, water. Вот так вот. Кто любит горные воды, вот ребята, это будет самое оно. Вот этой красотой от Silver Company, присланный Урмасом. Сегодня и будем бриться. Почти заполировать кристалл, вы уже знаете, он нам будет помогать. Ну а все остальное, это эксперименталка, поэтому сильно напрягать вас не буду. Пошли бриться. И для самых терпеливых на распаковке, ребята, анонсирую. Следующее бритье будет салуной. Салуной, чешским великолепным станком, выраженным вот в таком вот дорожном наборе, который я приобрел благодаря, в России, в России, но благодаря Марцеллу. Марцелл не поленился, нашел, говорит, Викторович, вон смотри, если надо, бери скорее, бери скорее. Ребята, вот это за 800 или 900 рублей, сколько оно там стоило, не взять. Да вы что, ну конечно же взял. И вот скоро я вам смогу, ну уже в следующем обзоре, смогу показать эту замечательную салуну. Все, теперь точно пошли бриться. Так, маленечко добавлю водички. Вот так вот. Редерик и Аманда, Лаван. Ну вот как все-таки, ребята, бывает в жизни. Или один человек, или семейная пара. Благодаря своей нестандартности, непохожести, выбиваются из общего ряда, за что-то берутся, и благодаря вот их порой неимоверным усилиям происходит нечто, какое-то таинство. На свет появляются вещи, которые, если бы не эти люди, никогда бы не появились. Ну вот вам яркий пример. Sterling Soap Company. Если бы не эта семейная пара, Редерик и Аманда, вот это мыло, его бы просто не существовало. Вот сейчас здесь пумс, вот такая вот, и дыра. Ну понятно, что вакуума в природе не бывает. Не было бы этого, было бы какое-то другое. Но именно этого бы, не было бы. За что им и благодарность. Пускай еще маленечко вот эта штучка покушает, а пока она кушает, чтобы мне легче было делать мыльную сметанку, я пойду, пожалуй, компрессик сделаю. Хорошо. Так, ну наша сметанка уже поспела, да, вполне себе. Сейчас я ее вот сюда вот заберу все. И налицо. Компресс. Отношение к компрессу. Со слов Дмитриевича, старые мастера относились к этому так. Какова щетина, таков и компресс. Сколько дней щетины, такой и компресс. Если ты бреешься каждый день, компресс там полминутки, минутка, может и не надо его совсем. Просто взяли, сполоснулись, какой там водой вам больше нравится, теплой, холодной. И в путь. Один-два дня. Ну там на пару минуток компрессик. А если 3-4, то там можно и на 3-4-5 задержаться. Потом, когда у вас все это распарилось, вы наносите вот эту вот сметанку, и пытаетесь донести ее против шерсти волос до ваших корней. Там, где луковки на свет рождают нашу щетину. Почему? Старые мастера говорили, они были уверены, что вокруг этих мест собирается очень много того, чего не надо собираться. Это и грязь, и роговевшие петели, и всякое-всякое вот это трихомутное, нехорошие вещи, которые со временем накапливаются в щетине внутри, вокруг волос. Это одна из первых причин, почему они даже думать не хотели, наводить пену в чаше, а потом наносить ее на лицо. Вот именно в этом причина. Нанести вначале вот эту вот пенку в щетину, втереть ее, донести до луковиц, дать покушать, а потом уже, беря помазок подготовленный, начинать все это там отколупывать, отдирать, вот, короче, убирать все это дерьмо, которое там накопилось вокруг волос, и подготавливать и луковки, и щетину, и саму кожу, к тому таинцу, которая сейчас с ней произойдет. Так, пока кушает, ну, займемся, наверное, пенкой. У меня тут помазок уже был предварительно замочен. Так, сейчас я лишнюю влагу постараюсь с него убрать. И я, наверное, сейчас не буду тут сильно упираться, я просто соберу вот то, что здесь есть, на кончике. Да, не то пальто, ребята, не тот помазок я выбрал. Обратите внимание, видите, он центром упирается, и не дает мне краями работать. Ну, чего уже, на переправе коней не меняют. Буду как-то выкручиваться. Вот это поворот. Давно я им не брился. Видать, забыл эту его особенность. Ну, хотя бы вот так. Так, опа, и это заберем тоже. Ну что, теперь чуть-чуть смочим. И попробуем навести марафет. Ребята, на повседневку этот помазок я бы не советовал. Но, знаете, кто увлекается японскими мочалками для бритья, ой, для душа, ну, для ванны, мыться, вот это вот самое-самое драчевое, которое у японцев есть, так вот немножко на два. вот такая примерно эта. Она, все тут, все лишнее, все, что там есть, все отколупает нафиг. Ну, реально по кайфу. Это, вот как ежик побрился, да, а потом на третий, четвертый день, чего он там отросло, и вот в этом будет. Сейчас вот по лицу и работаете. В прошлый раз я лоханулся, слишком густющее сделал. Давайте в этот раз не будем допускать этой ошибки. Сейчас еще чуть-чуть влаги. И все. Вот этот помазок будет чертовски хорош, если вы стасковались, если у вас на лице истома и хотите такое, знаете, что-то такое сделать, чтобы не погладить, как по звезде ладошкой, а вот чтобы так, знаете, для души, как веничком, да, вот, да и не березовым, а там еловым, к примеру. Вот вам еловый веничек. Нормально будет, хорошо. Так, греем станок. Так, дайте-ка я и пальцы тоже подготовлю. Ну, поехали. и так, и так, и так, Ну, други мои, я скажу, перемен торозительный. Очень, очень сильно отличается от того Жилет Блу, который вот у нас был, аутентичный. Здесь совсем другая песня. Несмотря на это недоразумение, чувствую себя великолепно. По сравнению с тем ледием, но это просто небо земля. Ах да, ребят, видел тот комментарий, к которому парни писали, что Виктор сейчас все понимает. Но ты залепи, неприятно смотреть. Ребят, уже практически все зажило, поэтому я залеплять не стал, хотя я вас понимаю. У самого есть товарищ. Так вот, ему скажи, кровь в кишки, его сразу же ворочать начинает. Какая там охота, какая там чистка рыбы там, ну, это не вина человека. Это такой или есть или нет. Ну, вот он такой. А вот он такой. ну да ну да кожа не привыкла еще на один проход сейчас будут небольшие добрышки но перед этим я все же хотел бы сделать компресс так берем тоже самое ничего новенького и прям нараспарено было пахнет ребята очень хорошо не он под нуты и ну это на дико лодочка ведь не знаю но солнышко я бритьё снимаю перезвоню хорошо но тут присутствует яркая начало парфюма она есть никуда от него не денешься и она ощущается на протяжении всего бритья и 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 вот этим вот этим уже можно воскобляться и гораздо приятней несмотря на эту вот фигню это чисто недоразумение обращайте внимание все-таки современные лезвия для меня как-то ближе ну все компрессор авто шейф хорошо но весь изгладался где только можно и не можно понимать чем дело я против жилет ничего не имею но вся фишка в том что все мы люди не одинаковые мы все разные и у каждого из нас есть право на свое мнение это очень хорошо очень хорошо так вот жилет вот эту вот линейку которую он выпускал 50 60 70 жилет от бой жилет слим жилет супер спид мне всегда было тяжело понять вообще сейчас я пташи маленечко за это самое заполируюсь и продолжим лично у меня у меня вот просто лично у меня всегда был культурный шок когнитивный диссонанс потому что он то я понимал что бритва стоящая бритва хорошая и понимал настолько что сам свое время заморочился и нашел себе и супер спид прошу прощения и жилет слим и фэтбой но теперь вот сейчас вот мы с вами с супер спид и сам пробовал бриться фэтбой не возбудил вообще да и можно бриться в принципе хороший станок но для меня он был какой-то понимаете вот комплементарности было мало с агрессивностью у него все нормально все хорошо а вот во время бритья я все время испытывал какой-то на эти вот ну неудобства что ли он для меня маленько злой кусачий но в то же самое время понимал что это это шедевр как там светлаков говорил сколько людей за ним гоняется до хрена до хрена на вот у меня вот так то же самое примерно жилет слим там тоже сюда это же людей дофига гоняются сколько линеек с разными головками разных там красная синие там фиолетовая по агрессивности вот эти все зеленая желтая люди собирают люди фанатеют но он злой для меня ну вот не такой что прям прям ну вот ну как сказать на уровне нравится не нравится но я был очень другое посмотрел это первый станок вот который николай прислал который выбрил меня несколько лучше чем все остальные жилетовские вот эти вот произведения искусства которых мы только что говорили было несколько интересней возможно и сито и нескончаемый плеяда из всей той когорты я просто не подобрал тот который лично мне бы подошел возможно возможно но все таки вот это вот общая направленность вот этого случилось она ощущалась у меня во всех станках и футболе и слиме ну и чуть-чуть здесь вот маленечко но здесь меньше степени почему он мне больше понравился поэтому как-то знаете каждый раз вот когда вот эти вот слова происходят жилет слим жилет бой жилет супер спид я как-то так сильно так в душе там вот такого никогда не было а вот с этим вот с этим получше поинтереснее но не настолько чтобы я полюбил эту бритву нет это все говорю потому что ребята когда вы точно так же как и я поначитаетесь точно так же как я послушаетесь побегаете по зарубежным форумом посмотрите как там люди охают охают восторгаются ребята все хорошо но не судите пока сами не попробуйте потому что может получить так что вы его полюбите точно так же как его любят за бугром и многие у нас здесь любят много много людей я искренне рад за них но может получиться и такая история как у меня поэтому пока не попробуйте не узнаете николай от всей души хочу сказать спасибо за это уникальное изделие потому что ну мало того что супер спид 58 года 50-х годов но ты его сейчас хрен найдешь ну в таком состоянии так еще и лимитированная линейка да еще в охренеть каком состоянии мы с вами первые поблились то есть николай училась меня причитается не в долгу не осталось обалденная штука и конечно же гораздо интереснее в этом станке бриться современными лезерами чем теми аутентичными тут тоже знаете есть в чем разобраться потому что вот если например вот то будет жилет блог который у нас было да если мы взяли вот через машинку прогнали и какое бы она брить его показала вполне себе что может быть что еще и ого-го но точно опробовать надо смотреть а как у нас следующая салдуна поэтому в любом случае это чисто познавательские цели потому что все кто заморочится вот на эту бритву они все равно будут брать современные лезер ребята подбирайте под себя не зря мы сюда персону поставили но он же эдисон я так и не понял историю это разгадки разгадку из истории лучше лучше хорошая штука как же мы выбрались раздражение на шее авто шеев конечно же помог сейчас ну вот здесь вот легкий дфс маленечко присутствует несмотря на то что здесь проводил несколько раз здесь и уменьшим тоже есть здесь его нет совсем борода бороду я выбрал просто охренительно и даже знаю почему здесь я натягивал больше а вот здесь схлызил надо было тянуть а не тянул за что и наказан здесь вот где тянул хорошо где не тянул чуть чуть хуже в общем и целом ребята станок бреет станок годный станок хороший полюбить не полюбить у вас шансы 50 на 50 возможно даже 60 на 40 может быть и 30 на 70 или 70 на 30 как повезет но пока не попробуете не узнаете это уже история эта вещь это очень очень интересно в любом случае даже если попробуете вам не пойдет такую вещь вы я думаю долго продавать не будете на вторички их не так чтобы много у нас здесь россии поэтому от кто в эту сторону смотрит ребята не паникуйте вы его всегда сможете продать так что пробуйте на свое здоровье по цене но я не знаю вот за супер спида я сейчас не скажу а вот что касается фэтбоев и слимов но все зависит от состояния если состояние огонь близкая к нулевому в коробке то за фэтбой могут попросить там и 150 250 видел 350 баксов продавали то есть тут как бы в коробке там со всеми делами как повезет ну а если состояние так себе так так себе то может быть и 50 70 ну плюс пересылка но в сотку уложить чуть плюс минус там где-то вот так поэтому шанс еще есть еще есть мыло мыло я бы не сказал что удивило но порадовала точно чем же да все запах хороший но не тот который меня плючат не тот который вергает нирвану не тот который там или свинья мне все противно то и знаешь что тоже все ты полон полная чаша полную чашу уже не добавишь ничего вот то есть не такой запах но хороший но хороший возможно если бы был тот запах от которого мы меня плющала но вот те все свойства этого мыла который они есть и они несомненно хороши они бы просто кратно умножались но вот как воспринял так воспринял запах лично для меня ну на четверку хороший кто-то ему 5 и 6 и 7 поставит вот для меня он на четверку а все остальное ребятам тут придраться не к чему экономичность сами видели такого показали пальчик и все там побежала пенообразование 5 вот сама структура пены которая была на лице трудно с первого раза сказать тем более с таким не совсем обычным инструментом то что я видел мне понравилось вот пока заочно пятерку тоже мог бы поставить стойкость пены о чем там говорить но она стояла и стояла скольжение с этим тоже было все хорошо несмотря на те два неудачных момента которые здесь были на коже это вина не мыло это вина не станка это моя поем неправильно надо было не торопиться про дурацкий пишет ровно 20 минут и каждый раз подпрыгиваешь там успел не успел успел не успел ну ладно нефига на зеркало перенять нечего на зеркало пенять коли рожи криво сам виноват и все было ребята огонь плюс ко всему она еще и полностью натуральная жировое со всеми со всеми вот этими делами а если уж и найдете там пальмовое масло то это не только какое-то там фу-фу-фу пальмовое это то самое хорошее пальму ну так на сайте вы не говорите короче правильно да веганы обижаться не будут молодцы чё молодцы в далеком штате арканзас по моему взяли замутили сделали вот считаете люди прожили прошли по этому пути уже восемь лет и уже сайт ломится от их продукции просто молодцы а вспомните сколько лет ну хотя бы давайте пять-семь лет назад да кто такие были разорог да мало кто не знал их вообще еще практически не было а сейчас это уже талия почему люди работают просто работают вспомните у них на сайте практически ничего не было пшик до маленько сбриться начинали там что-то еще было что-то еще было а потом и мыло и авто шеевый что только не поперло и папе орла не удивлюсь если вот вот это кто кто-то у стильник subcompany скоро суббит свои появится чем это что-нибудь еще он чаш по крайней мере своя неужели потом как свои лейбл прилепили но часто под их именем все равно то есть вот такие вот штуки люди работают люди растут и молодцы и дай бог пускай у них все будет хорошо и все у них получится хорошая штука я теперь понимаю почему наши у россии вот за это мыло копья ломают что вот там мы ну да тут есть за чё есть за чё хорошая но все остальное за этого говорить не буду это еловый веник когда в баньке хотите себе чтоб он там помимо оттяжки еще это иголочками маленечко прошло выбирайте ребята выбираете хорошо просто огонь на этом на этом разрешить с вами попрощаться добра счастья радости берегите себя бегите своих близких дай вам бог здоровья пускай у вас всегда всегда все будет хорошо всей души надеюсь что будет и у нас все хорошо потому что из нашего дружного коллектива 50 процентов уже или переболела к видом или вот сейчас вот еще болеет недавно в это воскресенье 3 косланова трое еще держится самое печальное во всей этой истории что ювелир тоже заболел он сейчас на пике своей формы то есть и мышцы ломает и нюх уже потерял и температура ну короче погано погано но хлопец что-то там пытается пытается делать но но пытается а мы все ходим и молимся что поскорее все вот так что нам до весны дотянуть на там наши подойдут когда идем на войну пики вперед нормально все будет прорвемся все пока пока до новых встреч подписывайтесь на канал и и и